Мы сюда приехали, чтобы наиграться девочкам в широкий состав. 14 человек поиграть в полную меру. Мы свою задачу выполнили. Две игры, достаточно тяжелые были. Поборолись мы, я думаю, для Украины тоже, сборной Украины. Это тоже были хорошие тесты. Проиграли мы в борьбе. Эти игры показали нам наши слабые стороны. Будем работать дальше. Я думаю, для сборной Украины тоже. Это будет, поможет подготовиться хорошо к чемпионату Европы, к отборочным играм. В наших играх сборная Украины тоже свои задачи решала. И они играли широким составом. Поэтому нельзя сказать, чтобы кто-то там сильно выделялся. Потому что видно, что каждый игрок, который был на площадке, по-своему старался. Не хотелось бы кого-то выделять. Я желаю сборной Украины удачи, побед, чтобы авансовали на чемпионат Европы. Мы играли со сборной, второй сборной России. Но, тем не менее, очень жесткая, очень сильная, хорошая защита. Для нас это очень хороший спарринг был и вчера, и сегодня. Что мне понравилось в сегодняшней игре, прежде всего, то, что мы проигрывали. У нас сегодня очень плохой был процент с игры. Так бывает, что не попадаем, но, тем не менее, девушки выстояли, до конца дрались. И в конце игры все-таки мы начали попадать и выиграли. То есть мы не поддались, мы играли практически две четверти. Мы играли, проигрываем. У нас слабые были броски штрафные, тоже над этим должны поработать. Но, тем не менее, девушки, эмоции, что выстояли до конца, не поддались, бились. Вот это радует. Если же идет еще вчерашнюю игре, мы с самого начала играли очень сконцентрированно, естественно. Такие игры немножко может быть тяжело вести. Почему? Кроме того, что мы должны сыграться, наиграть наши комбинации, мы должны тоже еще просмотреть все-таки девочек. И сейчас очень тяжелый выбор. Почему? Потому что все выкладываются на 100%. Все хотят быть сборной. Это понятно, кто-то не будет, и поэтому очень тяжело. И вчера одна, скажем, больше одни люди играли, сегодня больше другие люди играли. Времени. Поэтому, может быть, так игра и выглядела. Но, тем не менее, так как обещал, мы должны были посмотреть всех. Ну и мы довольны тем, что мы выиграли две игры еще. Я девушкам тоже говорю, у нас команда должна быть. У нас, вот кого я могу выделить, это команда. Вот это основное, потому что это не клуб, это сборная команда. Я девушкам говорил, что кто-то забивает ноль очков, кто-то забивает двадцать очков. Без разницы. Здесь все кладут свой кирпичик в победу. Даже те девушки, которые уже, скажем, покинули расположение сборной, тем не менее, все, скажем так, все победы, мы надеемся на это, каждый, кто был в сборной, кто находится в сборной, дают свой маленький кирпич и маленький вклад на выигранную игру. Игры были очень сложные для нас, так как сборная России играет очень в жесткий баскетбол, что, естественно, для нас это не специфично. Тигры нам очень много чего дали, я так считаю, в плане нападения и защиты. Это очень хорошие две игры. Это сборная России 2, но тем не менее, она очень сильная. Хорошо подготовленные девочки. Они все чемпионки Европы и две из них олимпийские чемпионки. Изначально у нас, может, что-то не получалось, но мы все слушали тренера, пытались выполнить все его установки. И мы играли до конца, это была его установка. Я считаю, что это и дало нам победу. Очень довольны, хорошо, что выиграли, приятно на душе. Значит, мы хорошо работаем. И то, что мы работаем без выходных, дает свои плоды.